Глава 37. Два дня спустя, в воскресенье утром, Кэрри проснулась в хорошем самочувствии впервые за три недели. Ребра беспокоили ее, только когда она кашляла или смеялась. Плечо поправлялось медленнее, но и оно перестало быть постоянным источником боли. Голова все еще гудела, но не настолько, чтобы мешать ей жить привычной жизнью. Две ночи подряд она отлично высыпалась, и у нее появилось столько энергии, что она не знала, куда ее девать. Лежа в последний раз на кушетке в своем плавучем доме, она планировала насыщенный день. В девять должны были прийти грузчики и перевезти ее скромные пожитки в квартиру в Плай-дель-Рей. Большую часть мебели она решила оставить и заменить на новую, заказанную из больницы. Управляющие гавани предложили выкупить ее лодку, как есть, и этих денег должно было хватить на новые вещи и ренту на несколько месяцев. К тому же, все ее коробки как раз умещались в пикап, облегчая грузчикам задачу. Оставив пожитки на новом месте, ей нужно было съездить в участок и закончить отчет по делу Берлингеймов. Лейтенант Хиллман дал ей отсрочку из-за больничного, но уже начал терять терпение и потребовал ее явиться на службу в выходной. С отчетом пришлось помудрить, потому что она вломилась в особняк незаконно. Если бы Берлингейм пристрелил ее на месте, его действия могли бы расценить как самооборону. К счастью, ему захотелось похвастаться перед ней своей изобретательностью, прежде чем совершить поэтическую месть. Теперь он был мертв, и она могла писать в отчете все, что захочет. Она собиралась сказать, что пришла к нему задать пару вопросов, а когда отвернулась, он вырубил ее и бросил в яму. Она не гордилась ложей в отчете, но и мучиться угрызениями совести не было причин. Тело Кендры нашли в яме, примерно в метре под местом кончины ее супруга. По предварительным данным вскрытия, Джереми не солгал, когда сказал, что закопал ее живьем. Мысль о том ужасе, который пережила эта женщина в последние мгновения жизни, заставляла кровь холодеть у Кэрри в жилах. Вдобавок, это избавляло ее от робкого чувства вины за то, что она задушила мужчину, который, и так наверняка, умер бы от ран через пару минут. Бирлингем презрительно назвал ее известной спасительницей всех пропавших. Слава ее не интересовала, но остальное она с гордостью приняла на свой счет. Находить пропавших и возвращать их невредимыми в семьи стало ее целью, смыслом всей ее жизни. Умом она понимала, что не всех их можно вернуть живыми, но она к этому стремилась. Вот почему ее мучило неприятное чувство, будто она подвела Кендру Бирлингем, хотя та была мертва раньше, чем Кэрри назначили на это дело. Чувство вины было ее верным спутником, и она знала, что облегчение принесет только одно время. Развлечения ей бы не помешали, так что на понедельник она запланировала ланч с Мэкс. Сперва, получив от нее приглашение, Кэрри не слишком хотела пойти, но потом хорошо все обдумала. Дело было закрыто. Судить было некого, так что конфликт интересов им не мешал, а Мэкс была настоящей находкой. У Кэрри давным-давно не было настоящей подруги, и мысль о том, что Мэкс может ею стать, наполняла ее радостью. Она также предположила, что после смерти Кэндры Мэкс тоже нуждается в подруге, поэтому решила пойти. И даже собиралась разрешить Мэкс звать ее Кэрри, вместо детектив. Что до остатка воскресенья, после сдачи отчета, она хотела провести его с Рэем. Они договорились, что Кэрри встретит его в больнице после выписки и подвезет домой, разумеется, после кофе, а потом поможет обустроить его жилище так, чтобы он смог справляться самостоятельно. Пока она приводила себя в порядок, чистила зубы и одевалась, ее мысли, как и всегда в моменты покоя, вернулись к Эве. Стоя в душе на морском вокзале тоже в последний раз, она позволила теплой воде убаюкать себя и навеять грезы. Закрыв глаза, она сразу увидела свою крошку, светлые хвостики, широкая щербатая улыбка, изумрудно-зеленые глаза. Если бы я нашла ее сегодня, она бы меня вообще узнала. Отозвалась ли бы на свое имя? Обрадовалась бы встрече или злилась бы за то, что я ее подвела. Кэрри вышла из душа и стала медленно вытираться. Достав телефон, она снова перечитала сообщение от коллекционера. Я был там. Вас не было. Осторожность, это хорошо. Вы прошли проверку. Но главное доверие. Может, в следующий раз. Может, в следующий раз, эти слова не шли у нее из головы. Ей хотелось назначить следующий раз прямо сейчас. Пальцы ее чесались от желания написать ответ. Но она знала, что не может. Скорее всего, у нее остался один последний шанс с ним связаться, и если она все испортит, он исчезнет навсегда. Сейчас она была не в той форме, чтобы на него охотиться. После продажи лодки у нее могли появиться деньги, но она по-прежнему не могла заручиться помощью коллег, потому что добыла информацию нелегально. Больше того, если бы в участке кто-то узнал об этом, ее бы арестовали. Будто этого было недостаточно, к ее проблемам прибавился Джексон Кейв, наверняка собиравший на нее досье. Он мог поставить жучки у нее дома. Он мог прослушивать ее телефон. Он наверняка установил за ней слежку. Если бы он вызнал ее планы, он бы нашел способ сдать ее властям или, что хуже, донести коллекционеру. Ей нужно было впредь тщательно взвешивать каждый свой шаг. Ей нужно было вести себя так, будто за ней постоянно наблюдают. Потому что так оно, скорее всего, и было. Продолжение следует... Продолжение следует...